В последнее время на территории Оршанского района зафиксирован рост преступлений, связанных с проявлениями хулиганства. Что такое хулиганство? Это умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения, либо уничтожением или повреждением чужого имущества, отличающиеся по своему сдержанию исключительным цинизмом. То есть хулиганство, предусмотренное в соответствии с уголовным законом, статьей 339. В понятии хулиганства определено рядом видовых признаков. Это могут быть скандалы, драки, применение иного насилия в отношении граждан, срыв массовых мероприятий различного характера, нецензурная брань, циничное обращение, обнажение, бездравственные телодвижения в общественных местах, также серьезное нарушение дисциплины в ночное время с целью помешать нормальному отдыху людей, дебош, уничтожение или повреждение имущества, а также иные признаки. В соответствии с законодательством уголовно наказуемое хулиганство принято подразделять на простое, злостное и особо злостное. Совершенное повторно либо группой лиц, либо связанное с сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, либо сопряженное с причинением менее тяжкого телесного повреждения, квалифицируется как злостное хулиганство. Все вышеописанные действия, совершенные с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, а также применение взрывчатых веществ, зверных устройств или предметов, поражающие действия которых основаны на использовании горючих веществ, либо совершенные с угрозой их применения, при отсутствии признаков более тяжкого преступления, квалифицируется как особо злостное хулиганство. Субъектом хулиганства, то есть лицом, которое может быть привлечено к уголовной ответственности за указанные деяния, является лицо, достигшее 14-летнего возраста. За указанные нарушения общественного порядка предусмотрены наказания от общественных работ и до лишения свободы сроком на 10 лет. Обращаю пристальное внимание лиц, достигших такого возраста, а также их родителей, что молодежь, в общем-то, как и взрослые, не всегда осознавая последствия своих действий, становятся субъектами преступления, предусмотренного статьей 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь, что влечет привлечение к уголовной ответственности и, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. К примеру, отдыхая в развлекательном заведении, умышленно и беспричинно ударив танцующего рядом гражданина даже один раз, влечет в квалификацию действий по части 1 статьи 339. Далее, если затейничек драки не успокоился и спустя небольшой промежуток времени умышленно повредил какое-либо имущество указанного заведения, то это уже часть 2 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. А если, к примеру, телесные повреждения причинены или имущество повреждено с использованием стула, опять же, находящегося в этом развлекательном заведении, то действия уже будут квалифицированы по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь, как особо злостное хулиганство, поскольку применен в виде орудия совершенного преступления стул, за что может быть назначено наказание даже до 10 лет лишения свободы. Поэтому обращаю большое внимание на необходимость соблюдать установленные правила поведения в обществе и не допускать подобных нарушений.